Вопрос очень сложный. Он пришел от Кристины. Кристина писала не только мне в соцсетях, но еще на рабочий номер телефона. Кристиночка, я получила видео твое, на котором ты сняла своего малыша. Мальчика очень плохо видно и суть вопроса, который ты задаешь, на видео не слышно и не говорим серьезно. Кристина пишет о том, что ее малыш с двух лет отчетливо видит образ бабушки, которая все время приходит к нему ночью, садится около кроватки и с ним нежно беседует. После того, как Кристина попросила мальчика описать эту бабушку, он искал глазами по всему помещению, указал на икону. На иконе была изображена Матушка Матрона. Кристина меня спрашивает, что ей делать, так как мальчик постоянно описывает эту бабушку, эту женщину, которая к нему приходит. Говорит она в платочке, очень хорошенькая, очень добрая, и он якобы с ней разговаривает. Она ему то сказки рассказывает, то спать укладывает. Как в этой ситуации поступить? Я прекрасно понимаю Кристину. Кристиночка, это действительно так, я тебя понимаю. Тебе за ребенка спокойнее, потому что ты чувствуешь, как бы ты хочешь чувствовать, что это святая Матронушка. Она приходит и оберегает твоего сыночка, и ты внутренне уверена, что все хорошо. Все было бы так, если бы это не было немножко иначе. Не надо убегать от того, чтобы проследить, что происходит с ребенком на самом деле. Посмотри, пожалуйста, когда ребенку было годика полтора, год и восемь месяцев. Какая конфликтная ситуация произошла в вашем доме? У ребенка есть испытанное состояние стресса, и он закрепился. У него и так до трех лет полная связь со своей прошлыми жизнями, со своим тонким планом. А когда происходит стрессовая ситуация, он укрепляется между несколькими пространствами, и поэтому он рисует, дорабатывает себе своим воображением разные картинки. Это первый момент. И это ты отследишь. В семь лет будет четко видно, эти картинки из другого пространства или нарисованные ими. По психоповедению отличительные черты – агрессивность, плаксивость, нежелание с тобой обсуждать какие-то вещи, непереходный период. Посмотри, это семь лет все-таки. И усугубление может произойти в школе, когда он будет отталкивать всех, а тебе рассказывать о том, что они меня не понимают. Это первый момент. И здесь нужен будет хороший психотерапевт, который ребеночка вовремя переключит. Второй момент. На стрессе ребенок фиксирует тонкое пространство, и через этот коридор, через вот этот портал к нему могут приходить, вот вы это называете, неупокоенные души. На самом деле это сознание ушедших людей, которые находятся в данной территории, что-то недоделали, недоотработали, и они ищут тех, кто их может видеть, слышать, и дорабатывают свою программу. Поэтому это тоже нужно будет посмотреть. И это тоже опасно. Объясню почему. Если к нему приходит образ бабушки, как он говорит, значит, маленькому мальчику не хватает тепла, заботы и любви. И он привлек эту сущностную энергию себе из тонкого плана и дорисовывает ее тем образом, который он видит в доме. Что у него ассоциируется с любовью, добротой, теплотой? Конечно же, это образ иконы. Икона Матронушки излучает энергию тепла, благополучия, благосостояния. Он ей верит. А мало того, вы говорили об этом, в его сознании это отпечаталось. Поэтому дорисовал он ее образом Матронушки. Если бы это была бы сама Матронушка, было бы, еще раз говорю, очень хорошо. Но не может она быть одновременно везде. Но слышать молитвы каждого она готова. И, возможно, в ее это силах. Теперь смотрим дальше. Если это образ благородной женщины, благородного сознания, тот, который он привлек в свою жизнь и помогает ему быть спокойной, вы за него не переживайте. Возможно, это чья-то неупокоенная, неуспокойная, я называю, душа и сознание, которая недолюбила своих детей, недодала им ласки. Вы же знаете, сколько бывает бабушек и мам, которые не любят своих детей, не читают им на ночь сказки, бросают их. Некоторые забрасывают детей в детские дома. И у них карма. Нужно было бы успеть в этой жизни долюбить. Поэтому их не принимают иногда в карантинный период наверху. Представляете, прямо там тоже карантин есть. Для того, чтобы они там дальше развивались. И им нужно доработать любовь здесь. Если это эта история, то это очень круто и хорошо. Она выполнит свою миссию. Мальчик найдется в тепле. И это все всем в 9 лет закончится очень хорошо. Меня пугает другое. И это, конечно же, разговор не для всех. Мы эту ситуацию должны будем разбирать индивидуально. Для всех скажу следующее. Чаще всего после стрессовой ситуации открывается портал очень низковибрационный. И через него приходят как раз те, кто... Давайте простым языком. Там не понадобился пока. Не отработал свои кармические задачи. И вот эти энергии, как сгудки энергии, они начинают питаться самой чистой детской энергией. Они примут любой образ. Вы хотите ангела с крылышками? Они будут ангелами с крылышками. Вы хотите бабушку, которая ушла? Баба Маруся, баба Дуся, баба Патя? Они возьмут этот образ. Потому что они вытягивают эту картинку из мозга вашего ребенка, либо вашего. Но на самом деле они питаются энергией не только ваших детей, но и вашего дома, и вашего пространства. Пока это по чуть-чуть, это не опасно. Но наступает такой период времени, когда ваш мальчик отрывается от вашей пуповины и становится целостным отроком до 13 лет. В этот момент времени это он становится невкусным. И вот здесь начинается жесткий болезненный пубертат. Мальчик, закрывая глаза, может видеть кошмары. Поэтому не поощряйте его взаимодействие с этой сущностью, с этой бабушкой, которую он видит. Потому что если он к ней привыкнет, дальше он будет требовать этого. Он будет искать, когда это должно закончиться, будет искать, а как следствие придумывать. Детская психика очень ранима. И если он себе будет это придумывать, он создаст себе второе пространство в голове. А это называется приобретенная шизофрения. Поэтому психические расстройства не должны входить в нашу жизнь. Все, что можно, нужно сделать правильно. Я вам напишу индивидуальный ответ, связанный с вашим ребенком. Это я говорила всем мамочкам. Пожалуйста, не идите на поводу у своих детей. Если они кого-то видят, скажите, это мультик, этот период загрузился. Проанализируйте сами. Все сами узнаете вначале. Но не кормите и не поощряйте детишек, когда они вам рассказывают о потустороннем мире. Могут заиграться. И их могут использовать. Берегите детей. Я рядом.